Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня у нас будет мега-мотивация на готовку и на уборку. Буду готовить кучу очень вкусных, но тем не менее простых блюд. Среди них винегрет. Покажу, как делаю его я. У меня есть небольшая хитрость. Также мы с вами будем мыть люстры, мыть палы. Но в общем, день обещает быть очень продуктивным. Кто со мной, пожалуйста, присоединяйтесь. И не забудьте подписаться на канал и оставить свой комментарий. Начинаю я готовить куриные оладушки. Для этого я мелко-мелко порезала куриное филе, добавила натертый сыр, сметану. Сейчас добавляю сырое яйцо и немножко свежевыдавленного чеснока. Солю. Перчу. Хорошенько перемешиваю. Добавляю немного муки. И снова перемешиваю до однородной массы. Также в духовке у меня запекается шарлотка. Варю овощи на винегрет. Приступаем к приготовлению наших куриных оладушков. Распределяю масло на сковороде. И ложечкой аккуратно выкладываю нашу массу сырно-мясную. Они готовятся очень быстро и получаются очень вкусными. Поджариваю до золотистой корочки. Пока жарятся наши оладушки, я развешу только что постиранное белье. Сегодня мы были в спортзале, поэтому сегодня немного стирки, только спортивная одежда. Обычно я стираю один-два раза в день. Белья всегда очень много. Приходится сейчас развешивать белье в квартире. Летом, конечно, спасает балкон. Приступаем к приготовлению винегреда. Огурчики, красный лук, картофель, свекла и зубчик чеснока, морковь, соль, масло и немного уксуса. Вот что мне потребуется. И секретный ингредиент – это свежепротертая клюква. Давно мне уже посоветовал шеф-повар добавлять в винегред какое-то кислое варенье. Либо брусничное, либо клюквенное. Действительно, винегред получается гораздо вкуснее. Это вот моя такая хитрость, которую я хочу с вами поделиться. Когда такой вкус кисло-сладкий у винегреда, получается он не похож на обычный, безвкусный винегред, который иногда можно где-то попробовать в гостях. Всегда вот этот вариант улучшает вкус винегреда. Мне он очень нравится. Добавляем чесночок. Обычно я еще кладу горошек, но сегодня у меня его не оказалось, но это не беда. Солим. Немножко добавляю сахара. И вот как раз наш секретный ингредиент – свежепротертая клюква. Она у меня в морозилке замороженная лежит. Я размораживаю. Как раз сегодня делала и морс, и вот винегред хорошо пошло. Добавляем масло, уксуса. Перемешиваю. Свеклы у меня сегодня оказалось мало, поэтому винегред не такой красный. Да, это именно тот винегред, который я очень люблю. Обязательно попробуйте делать его по моему рецепту. Я думаю, что вам понравится. Шарлотка у нас готова. Приводим ее в порядок. Посыпаем сахарной пудрой. И куриные оладушки наши тоже готовы. Они получились очень вкусными. Вот это сочетание куриного мяса с натертым сыром. Сыр берите обязательно мягкий, чтобы он хорошо расплавлялся. Сегодня погода у нас очень снежная, как вы видите. Весь Питер завалило снегом. Я еле-еле сегодня смогла выехать. Столько снега было. Два дня не ездила и машину просто завалила. Хотела вам порекомендовать крема для лица, которыми я пользуюсь зимой. Да, они недорогие, но они действительно очень эффективные. Вот этот ланолиновый крем. Он очень жирный. Я его использую в качестве маски вечером. Конечно, под макияж я эти крема не наношу, но вечером любой из них. Также еще крем вечер, но сейчас у меня его не оказалось. Я наношу вечером в качестве маски. Толстым слоем. И потом уже остатки убираю. Сейчас хотела показать вам радостную новость. У меня на драцене проснулась почка. И посмотрите уже, какой росток вырос. Набухло сразу несколько почек. Но некоторые затормозились в росте, не пошли. А вот один, прямо смотрите, какой росток. Я обязательно каждый день опрыскиваю свои растения теплой водой. Особенно уделяю внимание вот этим почкам, новеньким росткам. Цветы я оставлю при опрыскивании в ванну. Все, кроме драцены, потому что она очень большая. Потому что я так достаточно хорошо их опрыскиваю, обильно. И чтобы не залить вообще все полки, весь пол в своей квартире, я оставлю в ванну. Сейчас приступаем к тому, что надо привести люстры в порядок. Я специальным средством орошаю вот эти все хрусталинки. Это у меня профессиональное такое средство для очистки стекол. Но оно у меня перелите в баночку с мистером мускулом. Специальной тряпочкой для очистки стекол и зеркал я вот так каждые хрусталинки протираю. Света я не выключаю, но потому что я достаточно аккуратно это уже делаю. У нас очень темная погода в Питере. Если я сейчас выключу свет, это будет вообще пещера. Посмотрите, вот у нас сейчас день и как темно. Как будто бы вечер. Все, все люстры горят, все люстры сверкают. Осталось нам сделать влажную уборку. Прохожусь по всей квартире. Влажной шваброй. У меня швабр обычный из Леруа Мерлен. Периодически они у меня ломаются. Периодически я их меняю. Время уже достаточно много. Через полчаса придет дочка со школы, значит нужно заканчивать. И осталось у меня время немножко на себя отдохнуть. Провожу его я за чтением книги. Это у меня на этой неделе. Книга «Выбор». Книга очень тяжелая, печальная. Иногда, когда я читаю ее, мне даже хочется плакать. Про еврейскую девушку, которая была узницей во Ушвейце. Очень серьезное произведение, но оно того стоит. Дорогие. Продолжение следует... ПЕСНЯ. ПОДПИСЬ. ПОДПИСЬ.